в семье нас детей трое у нас есть сестра старшая меня старше на 2 года асхара старше на 12 лет потом иду я и соответственно вот самый младший нас асхар у нас и у мамы и у папы очень хороший слух мама пела в хоре у папа был семейный ансамбль но аля джексонс файв только назывался мбайн азаров тарда ну из профессиональных музыкантов у нас никого нет в семье и папа и мама у нас железнодорожники и кстати у нас дедушка получается он братишка нашего дедушки он жил в китае и он ашмата он очень знаменитый киши то есть его поддерживают на правительственном уровне то есть мы поддерживают уже сейчас у него есть в его честь есть памятник каждый год делают большой праздник все кто живет в китае казахи они все его знают может быть тоже как-то повлиял я расскажу о том как я узнал что родился асхар это было лето и на летние каникулы мы мы жили там в шимкенте на летние каникулы я приехал сюда в амату к бабушке скучно было летние каникулы с бабушкой не очень не очень интересно мне было 10 лет играть тоже особо не с кем было на улице я никого не знал сидел у окна просто смотрел на улицу и смотрю идет дядя а он очень редко приезжает и поэтому не было интересно для чего он приехал он зашел домой и сказал синише я выбежал встретил его он говорит синише у тебя родился братишка и у меня были непонятные чувства 10 лет я не знаю я был не очень эмоционально в детстве и сейчас я не знал как себя вести как что надо делать наверное надо радовать он это сказал он сказал моей бабушке уехал я просто начал прыгать на диване прыгать и кувырка кувыркаться наверное таким образом я наверно самому себе показывал радость это вот самое первое воспоминание о том как я уст не увидела услышал о своем братишке мы сразу же на следующий день с тетей выехали в шимкент поехали в роддом и я увидел асхара он такой розовенький страшненький я вспоминаю слова папы когда он увидел асхара но тоже самое надо было то есть мама показывает папе сына хотя у этого у него уже 3 по счету ребенок но у него была реакция бурна неге он дель кин и папа говорит потому что у папы большой нас острый я ходил в садик ну я для меня моя жизнь начинается с этих с этого времени то есть то что я помню то что я осознаю хотя бы фрагментами может быть то как то как мама отвозила меня в садик а потом уже на обратном то есть забирал меня брат приходил он садик я помню ну по-разному было то есть было такое что он задерживался на учебе и я сидел там с вахтой с охранником с кем-нибудь и такое было это совсем другая история и он приходил и забирал мне ну нам всегда было весело то есть то что между нами 10 лет разница ничего не имело никакого значения то есть он мог посадить на на плечи и мы шли и я тяну за волосы будто управляем или мог в глаза там закрывать и было достаточно весело и наверно самые такие ранее самые первые воспоминания это вот они когда мы возвращались садика происходило каждый день два километра садика до дома вот и я его нес на 6 как говорит наша мама вы абсолютно разные это говорит наша мама и наша мама в творчестве алла тоже так как она знает нас тоже хорошо оба хотят с детства я но воспитанием но большую часть то есть занимался я воспитанием аскара я более серьезен я более ответственным одним словом мудрее что и потому что нас мама воспитывала по-другому нас динары нас сестрой так как мы первые дети она очень строго нас успевал а скажу нас не такой серьезный как я так скажем легкомысленный в хорошем смысле где-то невнимательный я стараюсь сейчас этому учить но вроде он сейчас справляется невнимательные может какие-то вещи не замечать те вещи которые для меня явные то есть я вижу да он может заметить это да мы правда росли по разному потому что вообще много различий было с детства с детства во многом я то есть подражал брату старался сделать так чтобы то есть он был доволен мной ну то есть для меня много значило со временем то есть я начал понимать что ну к сожалению то есть но иногда к сожалению иногда к счастью люди не могут быть одинаковыми и я начал со времени понимать, что можно брать для себя хорошее, но быть таким же, как он, я, во-первых, не смогу, а во-вторых, я понял, что, ну, это не очень-то и нужно для человека. И поэтому, да, у нас и правда много различий. Ну, раньше я был, то есть, вообще неаккуратный. Я мог там дома все постоянно разбрасывать и, это не знаю, там, носки где-то брошу, куда-то футболку брошу. И постоянно ругал меня мой брат и, ну, сейчас я могу сказать, что, ну, бывает, но я уже не такой неаккуратный. То есть, и даже когда вот мы едем, ездим в гастроли с сержантом, там, мы живем обычно с сержантом, помните, когда он что-то разбрасывает, я ему говорю, да убери это, тебе нормально, да, что это так? Это же неприятно. И, то есть, что-то уже я перенял, думаю, хорош. Мы очень хорошо друг друга понимаем, мы очень хорошо друг друга чувствуем. То есть, ну, я понимаю, когда нет настроения, допустим, у него. Или он очень хорошо понимает, когда у меня нет настроения. У нас такая суперсвязь в чувстве юмора. Потому что есть такие вещи, есть такие шутки, это могут быть фрагменты из каких-то фильмов, над которыми смеемся только мы. То есть, мы можем сидеть в кинотеатре, идет какой-то момент, и мы смеемся, прям закатываемся, а никто другой не смеется вокруг. Зал молчит. Зал молчит. Люди смеемся. Это же. То же самое происходит и дома, и на работе тоже. То есть, достаточно посмотреть друг на друга, там, да, кто-то что-то сказал. И об этом, и только мы поняли, то есть, это поняли только мы вдвоем. То есть, посмотрели друг на друга, и все это достаточно. Мы начинаем смеяться, и это продолжается очень долгое время. Мы еще повторяем одно и то же, и смеемся, опять то же самое повторяем, опять смеемся. И это раздражает многих. И это раздражает многих, да. Как в нашей семье, так и наших друзей, и вот с кем мы работаем. Это дома то же самое. В воскресенье мы собираемся всей семьей, сестра, мама, мы вдвоем. Мама приготовит какой-нибудь, ну, обед. За одним столом сидим. И что-нибудь вспомним, какой-то там эпизод из фильма, или какую-то шутку. И еще говорим не так внятно, неотчетливо, чтобы поняли только мы вдвоем. И начинаем смеяться. И мама с Динарой всегда злятся на это. Чего вы, говорит, смеетесь? Нам тоже расскажите. Ну, не думайте, что мы издеваемся. Да, да. Чего вы, говорит, прикалываетесь? Я говорю, это вас вообще не касается, это просто наш прикол. И они говорят, вот так ли не смеетесь, или идите в другую комнату, и не раздражайте себя. Ну, и продолжаем смеяться. То есть, мы в этом плане друг друга чувствуем. Есть схожесть в интересах. То есть, мы оба обожаем спорт. И мы, ну, по моему мнению, я не знаю, может кто-то не согласится, мы в нем хорошо разбираемся. И нас обоих раздражает то, когда человек не разбирается в том или ином виде спорта, начинает быть типа экспертом и говорить какие-то вещи, которые мы хорошо знаем. Говорить о том, что Май Грегор может побить Май Уэзера. Май Уэзера, да. Ну, это смешно, да, к Меру. Или говорить, что Май Уэзер, ну, там, плохой боксер, да, то есть, и никакой он не великий, да, то есть. Ну, это вообще, ну, в смысле, уму непостижимо, да, такие вещи. У него столько достижений. Мы знаем каждый его бой к Меру, и можем поспорить с этим. И мы можем привести доводы какие-то. Ну, то есть, в спорте мы, так скажем, шарим, и это тоже нас объединяет. Мы можем очень долго говорить о каком-то спортсмене, что-то смотреть бой, там, матч и анализировать это. Ну, и у нас совпадают мысли тоже. С самого детства, то есть, Баттер слушал музыку разную. Пусть что-то, Мэн, Бэкстрит, Боиш, Инсинг. Ну, в детстве не очень понимаешь. Как бы, я не знаю, как сейчас дети, ну, то есть, когда слышишь музыку, ладно, можно потанцевать, побеситься, но не так, чтобы слушать музыку. И я не очень понимал. Мне не очень нравилось, честно. Но он заставлял меня слушать, иногда заставлял что-то повторять. Допустим, идет какой-то фрагмент в музыке, он ставит на паузу и говорит, ну-ка, вот здесь вот так вот, повтори так же, спой, как он. И со временем как-то так получилось, что мне начала нравиться эта музыка. И благодаря именно, то есть, тому, что он привил, он развил во мне такой вкус музыки, я сейчас именно слушаю такую музыку. Сейчас я вообще пою. А что я с артистом музыки? Сейчас я вообще пою, благодаря этому, я думаю. И насчет имиджа, насчет стиля. Раньше, когда я одевал джинсы, что-нибудь вообще одежду, ну, то есть, одевал меня, соответственно, конечно, мой брат. И когда я одевал джинсы, мне было неудобно спускать их. И я их до пупка вот так натяну и не хожу, а бата постоянно спускал их, говорит, спусти, нормально, чуть приспусти. Че ты так одеваешь? А мне неудобно было постоянно. Мое мировоззрение, то есть, мой вкус во всем во мне развил мой брат. Все же любят легкую музыку, которая легкая для восприятия, простая такая. Я же слушал тогда Boys to Men, хотя я учился в школе, в 10-м, в 11-м классе. Когда я учился в 11-м классе, он был в 1-м классе. И тогда я ему говорил еще с тех пор. Мы, кстати, его отдали в музыкальную школу, он по классу Томбра. Вот, я с тех пор учил его слушать хорошую музыку. Да, ну, а когда мы были маленькие, вот тогда это mp3-плееры были, и я закачивал туда только Boys to Men, Брайан Макнайт, а некоторые песни Backstreet Boys были. Ну, то есть, это такая сложная довольно музыка была. Вот это было качественное, которое могло развивать человека. Вот, я его заставлял слушать такие вещи. Мне кажется, это повлияло на то, что, как он сейчас может подать ту или иную песню, и насколько он разносторонний именно в подаче, в разных стилях. Это что касается музыки, а насчет вещей, до недавних пор он вещи покупал с ним я. То есть, мы ходим по магазинам вместе. Он мне всегда, то есть, зовет, говорит, пойдем, мне надо купить то, мне надо купить это. Ты же знаешь, что, то есть, какие вещи хорошие, и что мне будет идти. То есть, одевал его я сейчас, до недавних пор. Сейчас он уже, ну, там был. Более самостоятельный. Я очень аккуратен. То есть, я знаю, что где лежит. И когда я приезжал в гастроли через пару дней, через три дня, я всегда открывал и смотрел, все ли на месте. И я вижу, что какая-то вещь лежит не так, а какая-то вещь вообще лежит не на той полке, на которой вот вещь она лежала. И я знаю, что он одевал. У меня есть любимые вещи, которые для него это вообще табу. То есть, нельзя подходить туда. Вот он боится, он не подходит. Но какие-то вещи есть, там, я могу и одеть, он не заметит. Но я всегда замечал, что он одевал. И потом ругал, в общем. Это было очень интересно. Сейчас, конечно, все по-другому. И он всегда у меня просит хорошие вещи какие-то. У меня сейчас дубленка моя любимая, она до сих пор ее просит. Конечно, споры были. То есть, это нормальная вещь. Драк не было. Во-первых, вначале, почему не было драк? Потому что он был маленький. На 10 лет старше, поэтому у него просто не хватало сил. Сейчас он большой, но он… Сейчас он носки есть. Да, то есть, это зависит уже не от силы, а от мозгов. В детстве были такие ситуации. Но он был совсем маленький. Ну, и мне было 14-15 лет, переходный возраст. Многие вещи раздражали, потому что что-то не получалось. Да, там, ну, характер формировался. И когда он делал что-то не то, или меня иногда раздражало то, что он говорит, да, то есть, какие-то такие вещи. Но дело не в нем, это было дело во мне. И я мог сильно раздражаться. И вот в какую-то секунду я просто мог его швырнуть на диван куда-то. Пнуть мог. Я еще занимался такой тэквондоу, у меня ноги автоматически уходили просто. Я мог его пнуть. Это было сильно, иногда это было со всей дурью, то есть… Но этой злости, то есть, эта злость длилась только, ну, секунд, может быть, пять-шесть. Когда я это сделаю, я потом подбегал к нему, просто его целовать начинал и обнимать, потому что, ну, мне жалко его становилось. То есть, я понимаю, что я его сильно ударил. Вот. Вот. Но самое хорошее его черта – он никогда на меня не обижался. Когда я его начинал обнимать, ну, просто, мне уже плакать хотелось, мне это настолько жалко восстановилось. Он всегда улыбался и начинал меня тоже обнимать. Это у него хорошая черта, он до сих пор на меня не обижается. Когда мы уже были постарше, я помню только один момент, вот так хорошо помню, когда мы действительно друг на друга обиделись. И наша обида длилась целую неделю. Это было воскресенье. Я собирался куда-то уходить. Я спешил, опять же нервничал, искал какие-то вещи, что-то меня раздражало. И тут мама сделала ему какое-то замечание. То есть, она опять что-то не сделала. Он учился тогда в одиннадцатом классе. Что-то не сделал или что-то, наоборот, что-то сделал плохое. Мама ему сделала замечание, ему это не понравилось. Он начал в ответ говорить что-то, ну, очень грубо маме. Я всегда учил его с мамой быть всегда вежливым и никогда не показывать свой характер и эмоции, особенно плохие. Мне не понравилось, я на него накричал. Накричал, чтобы он так больше не делал. И тут я вижу, что он не отходит назад, то есть не опускает взгляд. В его эмоциях нет согласия со мной. А он, наоборот, смотрит на меня, как будто он меня сейчас собирается ударить. Я никогда не видел такого взгляда у него. Я ему сказал, что он на меня так не смотрел. Я сказал, не смотри на него. То есть, ну, это было грубо, конечно же. Он смотрел дальше. Я просто не выдержал и взял его за лицо. Я его не ударил, конечно, но взял за лицо и его толкнул просто. Ну, это было очень эмоционально так. Его это сильно задело. Я тогда заметил, и он обиделся на меня. Он даже прослезлился. Я собрался, ушел. После этого, получается, до следующего воскресенья мы не разговаривали. Ни одного слова и ни одного взгляда друг на друга не было. Я, если честно, сильно переживал. Потому что я уже говорил, мы очень близки. Никогда такого не было. Я очень сильно переживал, что он не приходит ко мне и прощение не просит, ничего не говорит. И на следующее воскресенье я сидел, смотрел телевизор, он делал уроки. И как-то так получилось, я просто сказал одно слово, там, Асхар. Он повернулся с такой надеждой на меня, что он как будто не видел меня несколько лет. Так скучал, он таким добрым взглядом пострелил, мы ничего не сказали. Просто побежали, обнялись, начали целовать друг друга. И сели смотреть дальше какой-то там, то, что я смотрел там, я не знаю, матч какой-то. Я помню, Батра пришел домой. Ну, он обычно был на репетициях и приходил очень поздно. Он пришел поздно, мы, как обычно, с мамой встретили его. И он сказал, что вот завтра в 6 часов вечера по вот такому-то такому каналу, тогда такой один канал только мы помним. Будет вот наш клип, который мы снимали, его будут показывать. И мы, и не знаю, как это мама все приняла, но я лично прям не мог дождаться. Тогда мне казалось, что этот клип нереально крутой, потому что, я не знаю, видеть, во-первых, своего брата по телеку. Во-вторых, это выглядело круто, как зарубежный бейсбенд, то есть они там танцевали, там была хореография, они были одеты супер, как, ну тогда, как я говорил, как американцы. На тот момент это был хороший клип. Видели, это мой брат, у меня было такое чувство. И уже каждый раз, когда я ходил в школу, старшеклассницы ко мне подходили. И вот, Батр, твой брат, да, все такое. Ну и я там, я такой, ну да, он мой брат и так далее. Мало ли, может мне тоже что-нибудь перепадет. Просили его автограф. Когда он ходил бегать, он бегал раньше по утрам и по вечерам бегал. Бывало, два раза в день бегал на школьном стадионе. И утром, когда он бегал, приходили пораньше, то есть вот в 6 утра приходили старшеклассницы. Они, я не знаю как, но они прознали, что он бегает по утрам. И могли его там где-то словить. И он потный, в спортивке такой блестящий стоит с ним. Фотографировался. Подходили люди, фотографировались со мной. Фотались, брали автограф. Вот. Асхашвега стоял в сторонке. Сейчас я вижу, что иногда ко мне не подходят. То есть, они меня узнают. Но им не важно фотография со мной. Они говорят... Подвигают ничанки, его обнимают, фотаются там. И все, и уходят. Ну то есть, для меня это показатель. Сейчас это происходит 50 на 50. Иногда с ним, иногда со мной фотографируется. Изначально я был против, чтобы он пел. Но он мне говорил, ты меня привел к музыке сам. Я теперь ее люблю. И как ты забираешь у меня мою мечту? Он мне так говорил. То есть, у нас несколько раз были такие серьезные разговоры. И я это говорил Аллуа тоже. Что я не хочу, чтобы он был в город. Он писал ей сообщение, что он хочет прийти на кастинг. Послушайте, пожалуйста, меня. Вот. Это вообще не через меня было. То есть, она позвонила непосредственно ему. Они договорились со встречи. Он пришел, спел песни. То есть, несколько туров кастинга он прошел. Что касается работы. Если какие-то замечания, ему никаких поблажек нет. Если что-то в нем не так, то я говорю при всех. То есть, я могу поругать его. И то, что я его брат, я забываю. Требования такие же, как и другие. Но другое дело, что помимо рабочих моментов, мы сидим в офисе. Мы можем так же обняться. Я скучаю, могу поцеловать его в щеку. Может быть, для кого-то это дико, для зрителей. Для нас это нормально. Потому что я его воспитывал, я стирал его пеленки. Я стирал его ползунки, подтирал его после горшка. Для меня это нормально, его целовать, обнимать. То же самое и у меня. Раньше он очень сильно реагировал на такие вещи. Очень эмоционально и не мог сдержаться. Я им говорил, не надо так реагировать. Зачем ты это делаешь? И что, если тебе 50 человек написали плохие комментарии, ты с 50 людьми будешь встречаться и там драться, разбираться будешь? Это глупо. То есть, если ты будешь смотреть на мнение каждого, не останется твоего, ну, то есть... Да, от себя ничего не останется. Будь самим собой, какой ты есть. Двое скажут плохо, 20 скажут хорошо. Не надо смотреть на этих двоих. Поэтому я отучал его от этого. Ну и вроде бы сейчас все по-другому. И он сейчас уже реагирует проще. Я сейчас живу отдельно. С мамой вот остался Асхаром вдвоем. Самый такой главный организатор у нас мама. Ну, так как все-таки, ну, глава семьи. Она скучает по нам. Сестра живет отдельно с мужем. Скучает по нам. И иногда она просто звонит и говорит, и вот я варю плов, готовлю плов. Давайте собирайтесь. То, что мне всегда нравилось в нашей семье, у нас все как-то просто. То есть, вот, правда, нет такого, что... Пафоса нету. Да, сильно запланировали. Все собрались, там, оделись в платье, в ресторане где-нибудь. У нас такого нет. Мы можем сидеть, мама утром меня разбудит и скажет, балом ты сегодня нету, да? Ты же дома сегодня, выходной. Я Батру позвонила. Мы, этот, хотим выехать, там, в горы, там, покушать, сидеть, пикник сделать. Или я вот плов делаю, сейчас все приедут, гости, так что давай вставай, там, приберись немного. И так далее. И мы собираемся, и наш этот простой обед затягивается, как правило, до вечера. А потом спорим, кто будет мыть посуду. Ну, я уезжаю сразу. Ну, да. Мне времени нет, у меня это так, как мне ехать надо. Вот я тебе говорю, при всех. Все смотрят. Я откладываю. Все смотрят. Мама, слушайся. Не делай так, чтобы она мне звонила и на тебя жаловалась. Не говорила, что, там, ты ее не слушаешь. Ты опять что-то мне сделал. Мама у нас одна. Мы должны ее уважать, любить и никогда ей не перечить. Смело? Все, все, давай. По-братски дубленка, говорит. Да, шминди. Мне дубленка нужна, да? Дубленка. Добавил субтитры сделал DimaTorzok